Вы упомянули вдруг, отвечая на вопрос об Армении, что если бы ситуация сложилась подобным образом в Украине, то нынешний президент Порошенко, который вовсе не имеет репутацию кровавого, применил бы, допустим, силу оружия. Но гипотетически я вдруг подумал, что можно представить, что подобная ситуация может возникнуть в Украине. Вы как считаете, может подобная ситуация, которая сейчас в Ереване, я имею в виду во власти, когда человек идет на премьера, его там не хотят, ну и все такое прочее. В парламенте, между прочим, большинство ее партий до сих пор. Мы помнимо формулу Карла Маркса. Товар, дейний товар, да? Круговый объект. У Порошенко, в моем понимании, этот круговый объект – это влада, гроши влады. Когда ему выпало, его люди честно брали на самом деле, очень много верили, что будет мир, что-то Киев, все решта. Когда ему выпало керовать страну на таком край сложном этапе, кризовом, с высокими сподеваниями и еще с войной, у него был шанс уйти в историю и стать памятником. Когда мы еще с ним общались, ему про это в очи сказал. И предложил раз, два, три, четыре, что на мой поле нужно сделать. Он ничего с того не сделал. Мы прекратили общение в жовте 2014 года. И я сказал бы, если ты не будешь адекватным, то зачем тогда это все? Просто чтобы стать наибогатшим. Когда вы разговаривали в последний раз? Это последний раз был в жовте 2014 года, когда была выборчая парламентская кампания. И когда за ее команду пошла от их мовы, фене Мочилова. Нашу партию просто знищивали. И по его каналу, и по плюсам, и по каким-то другим. И когда я увидел, что просто в очи брешут, и он отнякается от всего, я понял, что дальше бес стал кудись. Он уже где-то полетел туда, в космос. Он считает себя наиболее президентом всех времен народов, чтобы не было и люди.